Сейчас попробую рассказать историю, которая длится вот уже 25 лет. Большой драматический я пришел в 91-м году, в 92-м. И, конечно же, Владислав Игнатьевич, я знал, видел, видел его, я видел не всю цену, я видел только отрывки, я видел, конечно же, этот был влюбленный, я видел спектакль «На дне», я видел уже при мне там, да, Тимур Нодарчев пускал «Призраки», я был и на премьере, и видел, как он развивается. И, конечно, я помню этот тяжелый момент, когда мы пускали «Макбета». И, конечно, я видел Владислава Игнатьевича на сцене, и очень ценил, да, его появление, его присутствие. Но я вам скажу, что так случилось, что Владислав Игнатьевич видел и меня на сцене. Он видел меня на сцене в двух спектаклях, в «Вишневый сад» Адульфа Шапира, я ему не понравился очень, и в «Вишневый сад» тоже. И он видел меня, в смысле спектакль, мы на репетиционной сцене делали прогон перед спуском на сцену, так обычно в Большом драматическом театре, в репетиционной комнате. И Кирилл Юрьевич, который тогда играл Коломийцева, да, и Владислав Игнатьевич хорошо знал эту пьесу, естественно, он сам играл Коломийцева, вот мы видели. Кирилл Юрьевич позвал, естественно, весь худсовет, уже не было Товстаногова, он позвал весь худсовет, и в худсовете, естественно, был Владислав Игнатьевич. Владислав Игнатьевич говорил какие-то слова всем, а потом сделал так. «Так, ты вот, ты, да, ты кто? Мне? Я! Господи, кто я? Я Вася!» «Вася, это никуда не годится!» «Вася, это никуда не годится!» «Вот это никуда не годится, вот, и все!» «И вот это никуда не годится, так и осталось со мной, я помню, когда уже... 95-й год, да, 11-е сентября, и тот момент, когда фонтанка первый раз повернула назад, она потекла в другую сторону. Фонтанка потекла в другую сторону, это остановили всю, эту сторону фонтанки, нечеркную 65-й, и травмный кортеж поехал к Гороховой. Вспоминаю, да, стояли в белых перчатках по всему этому травмному шестру и уставили в милицию, тогда еще в ГАИ, да, ГАИ, пока весь этот кортеж ехал к литераторским мазкам. И вот так и осталось. У меня вот это, это никуда не годится, Вася, это никуда не годится. Я играл Александра, старшего сына, по-моему, да, и вот сегодня, наверное, это никуда не годится. И, ну, с этим было, что нельзя сделать, потому что Владислав Игнатьевич не стал. Да, и вот сегодня, наверное, для меня закончилось это. Это никуда не годится. Спасибо, Владислав Игнатьевич. Спасибо большое. Вот, спасибо, Владислав Игнатьевич. Наверное, это для меня огромная честь, большая честь, после этого никуда не годится. И еще я хочу, очень важно для меня сейчас здесь вспомнить человека, и мне очень важно стоять в этом ряду, даже не важно, я не знаю, как словно идти. Это еще один очень важный для меня человек Андрей Юрьевич Тулбей, который был лауреат этой премии. И вот тогда, когда я пацаном пришел в театр, в большой драматический театр, это были небожители. Для них, для них было, ну, это небожители, к ним не подойти. То есть можно было подойти, но никакой связи нет. И вот Андрей Юрьевич это была та ниточка, та связь, которая соединяла мое поколение и вот это поколение великих, этого большого драматического театра. И благодаря Андрею Юрьевичу наверное, что-то такое. Вот мы как-то, лично я вот как-то причастен к большому драматическому театру. Поэтому мне очень важно вспомнить сегодня еще лауреат этой премии Андрея Юрьевича. Еще хочу сказать, извините, и да, что так долго, наверное, еще хочу сказать, что для меня это 11 сентября тоже, сейчас могу, такой сложный день, так и 11 сентября, и 31 января. 11 сентября 41-го года подрастрелян мой дед Релков Васильевич как в Орловском централе, когда подходили фашисты по личному указу. 11 сентября родилась моя сестра от 31 января, кроме того, что я получил сегодня эту замечательную премию и родился выдающийся, ну, гениальный актер еще сегодня день рождения у моей супруги, которую я очень люблю, и которой я, ну, благодарен ей чрезвычайно. Это Светлана. Светлана, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Людмиле Павловне, героической женщиной до последнего момента, как она могла приходить, она приходила в театр, она приходила в театр уже, я понимал, что ей очень-очень-очень тяжело, она любит театр, она болеет за театр, гениальная женщина, спасибо вам большое. Для меня это, ну, какой-то вот двадцать пять лет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валерочка, прежде чем, еще кто такой? Нет, пожалуйста. Прежде чем мы пойдем на нашу семейную фотографию, посвящен сегодняшний Дорожденький, Я хочу поделиться с вами, дорогими мне людьми, которые никогда не пропускают этот день одним печальным событием, одним прекрасным. Печальное это то, что в мае этого года не стало Андрею Львовичу Щепочкову, который был очень скромный человек, финансировал нашу премию. И может быть даже никто не помнит его лицо, но сегодня я очень рада приветствовать его жену Марии, нашу заново, его сына Андрею Львовичу. Мы должны помнить, что Андрею Львовичу подхватит инициативу, сколько папа будет с нами тут. И второе приятное событие, что представитель комитета по культуре Константин Туарш Сухенко уже не первый раз в нашем зале присутствует как просто вопрос, как зритель. Это важнее, чем быть, открывать, перебязать ленточку. И даже до вашего времени она же выделилась в Театральном музее, что в 90-е годы, когда, кстати, Сухенко еще не был председателем комитета культуры, а был простым горожанином, простым гражданином нашего города, он очень помогал нашему дому. Мы всегда были очень рады. Пошли, друзья! Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы здесь. Но я не хочу заканчивать на этой полупечальной ноте, потому что у Людмил Павловна я был буквально 10 дней назад. Она улыбается, она прекрасно выглядит, она радостна, и, наверное, сегодня день для нее очередной, праздничный, поэтому ей здоровья и улыбок, и радости, и всего доброго! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ